Всем привет! С вами Диен и интернет-магазин домашнего пивоварения виноделия Homme Brue. Сегодня я расскажу вам как приготовить в домашних условиях настоящее шампанское по французскому классическому методу шампанизации вина непосредственно в бутылке или по-другому его называют еще традиционный метод шампанизации вина. Немного истории. Этот метод возник во Франции в 17 веке провинции Шампань. Изобретателем его считается монах Дон Периньон, который стал основоположником данной технологии. Он потратил более 40 лет жизни на то, чтобы приготовить длину игристое лучшего качества и отточил технологию производства до совершенства. Кстати, следует отметить, что само название шампанское имеет право носить только те игористые вина, которые сделаны именно в провинции Шампань на территории Франции. Все остальные вина, которые сделаны в других регионах, в других странах, имеют право называться игористыми винами. В данный момент существует три способа приготовления шампанского. Это классический французский традиционный метод шампанизации непосредственно в бутылке, метод резервуарный или метод шарма, когда шампанское делается по ускоренной технологии в огромных емкостях. И третий метод – это просто газированное вино или называется искристое шампанское или шикучее вино. Мы будем с вами делать классическое французское шампанское. В чем смысл данной технологии? Для приготовления шампанского используется вино. Можно купаж разных вин, разные выдержки. Молодые вина, допустим, мешаются с винами длительной выдержки и так далее. Тут большой полет фантазии. Можно использовать разные купажи и добиваться оптимальной вкусовой характеристики нашего вина. Только в классическом шампанском образуется, как считается, в течение 10-20 часов до 250 миллионов пузырьков, что несвойственно для шампанского, сделанного искусственным газированием. В чем же заключается суть данного метода? Сам процесс производства шампанского разделяется на несколько этапов. Первый этап основной – это приготовление тиражной смеси. Когда берется за основу виноматериал, в него добавляется разводка специального штамма дрожжей, добавляется сахар и добавки определенные, которые будут способствовать улучшению качества нашего реставратора. Тиражная смесь разливается в бутылки, бутылки выпориваются. Бутылки выдерживаются в горизонтальном положении, в подвалах на температуре 10-12 градусов. И первый этап вторичного брожения проходит обычно в течение одного-двух месяцев. Потом начинается другая стадия брожения завершается, начинаются медленные биохимические процессы, которые могут длиться от одного года до трех лет, которые будут влиять уже на формирование вкуса букета нашего будущего игристого вина. После того, как тиражная выдержка оканчивается, начинается следующий этап, когда осадок дрожжевой изгоняется в пробку к бутылке. Это называется ремюаж. Потом следующий этап – это дегагжанж, когда удаляется пробка вместе с дрожжевым осадком. Потом в бутылке доливается экспедиционный ликер, потому что когда вы удалите осадок, часть вина 50-100 мг может из бутылки вытечь, удаливается экспедиционный ликер, в который, во-первых, вы добавляете потерянную часть жидкости, во-вторых, этим ликером вы делаете уже по сладости разное шампанское. Можно делать блюд, полусухое, сухое, полусладкое, сладкое и так далее. И уже бутылки после этого окончательно упориваются и выдерживаются еще незначительное время, после чего можно шампанское употреблять. Несколько слов о бутылках, которые мы будем использовать при производстве шампанского данным методом. В производстве шампанского, естественно, методом используются толстостенные бутылки из темного стекла обычно, с вогнутым дном. Вес такой бутылки должен составлять по советским ГОСТам от 950 грамм до 1 кг. Желательно использовать новые бутылки, поскольку во время приготовления шампанского бутылка может от давления до 8, а то и 9 атмосфер, и бутылки могут взрываться. Хотя при классической технологии уровень давления должен составлять в пределах 5-6 атмосфер. Я буду использовать бутылки из-под артемовского шампанского, поскольку это шампанское делается тоже естественным методом шампанизации, и бутылки предназначены для этого. Если вы соберете сделать такое шампанское, то бутылки из-под мартини асти, из-под импортного шампанского непригодны, потому что они из более тонкого стекла, и большая вероятность того, что они не выдержат давление. Вообще стоит отметить, что на территории бывшего Советского Союза существовало 4 основных завода, где делали шампанское именно по французской технологии шампанизации в бутылке. Это Артемовский завод шампанских в Индонецкой власти, это завод Новый Свет в Крыму, Абрао Дюрсов Новороссийский, и еще завод в Молдавии был. Они все делали либо методом шарма в резервуарах, советское шампанское, или искусственно кармонизировали углекислым газом. Я для приготовления шампанского специально сделал вино розовое. Ему уже около 3,5 месяцев. Видите, оно имеет красивый розовый цвет. При приготовлении использовал 4 сорта винограда, 2 белых сорта, 1 розовый, и немножко добавлял синего винограда Кардинал, который дал именно такой насыщенный красивый розовый цвет. Вино получилось довольно гармоничное, с таким приятным вкусом и букетом. При этом я его месяц уже выдерживаю, добавил в него дубовые чипсы натуральные из французского дуба, натуральные, не обжаренные, которые используются для белых вин и розовых. Вино получилось очень приятное. И сегодня будем брать его за основу для приготовления нашей тиражной смеси. Бутылки мы предварительно продезинфицировали, они стерильные, раствором перосульфита калия. Сейчас мы сольем вино с дрожжевого осадка, тут и осадки чипсов на дне. Мы сольем вино с осадка фермента, где и будем готовить нашу тиражную смесь. Итак, в любом начале сифона снимем с осадка наше вино. На дне бутыли остались дубовые чипсы, видим винный камень, немножко дрожжевого осадка. Итак, в общем мы слили 10 литров виноматериала. Теперь отберем около литра вина, в котором будем растворять сахар и остальные ингредиенты, и готовить так называемый тиражный ликер. Так, теперь растворим сахар в вине. Вино немного нагреем. Итак, для приготовления тиражного ликера мы растворили в вине, в части вина растворили 210 грамм сахара на 10 литров общей нашей смеси. Также мы сюда добавим винный танин в количестве полграмма. Добавим рыбий клей. В качестве рыбьего клея мы будем использовать средства фирмы Юнгс английской Бирфайнинг. Это есть сам по себе рыбий клей. Здесь упаковка 30 грамм. Нам понадобится 15 грамм, то есть половина этой упаковки. Что даст рыбий клей? Рыбий клей позволит в будущем нашему вину после процесса отображения хорошо осветлиться и сделать компактный дрожжевой осадок. Что упростит процесс ременажа, то есть сбор дрожжевого осадка в пробке и мы получим более светлое наше будущее игристое вино. Также мы используем дрожжевую разводку. В качестве дрожжей мы используем опять-таки дрожжи фирмы Юнгс для игристых вин. Это штамм французский из провинции Шампань. Классический штамм, его мы будем использовать. Мы сделали предварительно дрожжевую разводку или по-другому дрожжевой стартер. Стартер делали на смеси воды и декстрозы 1 к 4. То есть я брал полстакана декстрозы, два стакана воды, прокипятил в течение 15 минут для стерилизации, который охладил до температуры 21 градуса. После чего внес дрожжи и вот в течение 12 часов я разбраживал данную смесь. То есть сюда пошло у нас 4 грамма дрожжей. 4 грамма дрожжей и общий объем дрожжевой разводки 400 мл. Этого будет достаточно на наши 10 литров. Итак, мы отмерим 0,5 грамма тонина и добавим в тиражный ликер 15 мл рыбьего клея. Теперь вливаем наш тиражный ликер. Вином. И хорошо перемешиваем. Отливаем в тиражный раствор, разводку винных дрожжей. И хорошо перемешиваем. Теперь приступаем к разливу тиражной смеси в бутылки. В бутылке оставляем 5-6 см пустого пространства в горлышке. И так мы разлили тиражную смесь в бутылки. Теперь будем упоривать их капроновыми пробками. Вот эти пробки чем хороши, что у них удобно собирать потом во время ремелажа, собирать дрожжевой осадок. Ну и удаляются они тоже хорошо. И так будем упоривать наши бутылки. Пробка входит достаточно плотно. Закрываем пробкой, одеваем в узле и закручиваем. Вкладываем бутылки с шампанским в картонный ящик. Перекладываем картонками на случай разрыва. Если какая-то бутылка взрывается, чтобы остальные остались целыми. И так мы вложили второй слой бутылок. И таким же образом вкладываем третий слой. Открываем ящик. Чтобы узнать, какого числа мы разлили наш пираж. За это время, пока будет наше глистое вино выдерживаться в погребе, надо будет несколько раз переворачивать бутылки, чтобы от стенок отстал дрожжевой осадок. Поскольку потом мы будем занять его пробку. Ну все, перенесем бутылки в подвал и запасемся терпением. Итак, здравствуйте дорогие зрители. Продолжим с вами делать шампанское классическим французским методом шампанизации. Прошло уже почти полтора года с тех пор, как мы с вами сделали шампанское. Разведем бутылки, добавили пиражный ликкер. Бутылки, напомню, мы выдерживали в горизонтальном положении. В течение больше года я их выдерживал. В подвале они у меня лежали. Потом я сделал ремюаж уже в бутылке. Видите, ремюаж сделан. То есть, изначально осадок дрожжевой лежал на стенках бутылки. Потом я поставил, ну и вообще используется для того, чтобы сделать ремюаж и согнать осадок в пробку дрожжевой. Делаются специальные стенды такие, называются они пюпитры. С отверстиями в них вставляются бутылки, каждый день вращаются. Осадок заняется в пробку. Поскольку у меня бутылок было немного, всего четырех бутылок я делал. Поэтому я использовал обычный ящик из-под пива. Вставил в него бутылки вот таким образом. И каждый день их вращал. Немножко постукивал и смотрел, чтобы весь осадочек аккуратно сошел в пробке. Видим, осадок компактно лежит в пробке, внутри пробки. И сегодня мы приступим к финальной стадии приготовления шампанского. То есть к дегаржажу. Мы будем удалять дрожжевой осадок вместе с пробкой. Изготовим специальный экспедиционный ликер. И полим шампанское уже чисто. Для дегаржа шампанского, точнее удаление пробки с дрожжевым осадком, нам нужно приготовить так называемый экспедиционный ликер. По сути экспедиционный ликер представляет из себя вино, такое же из которого было сделано шампанское, в котором расставляется сахар, а также добавляется немножко коньяка, и пиросульфид калия или коэмдентаблетки мы будем использовать. Коньяк и коэмдентаблетки нужны для того, чтобы стабилизировать вино и уже в готовом нашем шампанском, чтобы не было никаких процессов дображивания сахара, который мы будем делать. Экспедиционный ликер делается несколько типов. В зависимости от того, какое мы будем делать шампанское, сладкое, полусладкое или полусухое. В данном случае сегодня я буду делать полусухое шампанское, поэтому экспедиционный ликер будет состоять из 500 грамм сахара, 650 миллилитров вина, 50 грамм коньяка и 1 кмдентаблетки. Сейчас мы нагреем с вами вино и растворим в нем сахар. Буду делать наполовину дозы, то есть возьмем 325 миллилитров вина, 50 грамм сахара, выливаем в кастрюлю по машинам и высыпем сюда сахар. Добавим 1 кмдентаблетку. Добавим 1 кмдентаблетку. Теперь охладим наш экспедиционный ликер, и поставим его в холодную воду. Добавим коньяк на наш ликер. Готовый охлажденный экспедиционный ликер перед использованием нужно еще процедить. Для этого используем воронку и ватный диск. И так пока сироп процеживается мы можем приступать к охлаждению шампанского перед дегоржажем. Шампанское нужно хорошо охладить, потому что в данный момент в каждой бутылке давление 8-9 атмосфер. Очень сильное. И охлаждение поможет немножко снизить давление. И тем самым мы минимизируем потери вина при удалении пробки. Для этого я положу в бутылке морозильную камеру примерно на 1,5-2 часа. Бутылки ложим под наклоном, чтобы не потревожить наш дрожевой осадок. Все, оставляем шампанское на 2 часа. Итак, прошло 2 часа. Достаем наше шампанское. Приступим к самому ответственному этапу дегоржажа. Итак, самый ответственный этап это удаление пробки с осадком. От нашей ловкости будет зависеть, сколько шампанского мы потеряем. В идеале бредегоржажа должно быть от 50 до 100 миллилитров шампанского. Именно такое количество ликера мы потом дольем в бутылку. Значит, наша задача удалить быстро пробку и закрыть пальцем шампанское. Даже выдавливает. Фактически растягиваем в бутылке. Видите, немного даже вылезло из бутылки. Поэтому сейчас, когда будем открывать, надо будет максимально быстрым. Если тут требуется определенная основывка. И опыт, который придет только с временем. В данном случае хорошо потеря не больше 50 миллилитров получилось. Все, теперь быстро доливаем экспедиционный ликер. Доливаем экспедиционный ликер в бутылку. Вот ушло где-то 55 миллилитров ликера. Ставим новую пробочку. Новая на зле. Теперь можно немножко перемешать, чтобы наш ликер перемешался и расстаются в шампанском. Теперь бутылки выдерживаем в погребе в течение 2-3 месяцев. После чего наше шампанское будет готово к дегустации. Бутылки переставления, муку-уку-уку ковидым. Ковидое масло. Ковидое масло. Ковидое масло. Ковидое масло. Смеженое масло. Смеженое масло. Т Delb Andunник. М wa-па-па-па. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...